Александр Григорьевич, у медиков сейчас очень непростой период, они действительно молодцы, но им нужна помощь. Во многих странах сейчас к медицинским процессам привлекают дополнительные силы, ищут резервы. Это и студенты, и пенсионеры, и молодежь, молодежные организации, волонтеры. А как у нас с этим обстоят дела? Что касается лечения, у нас сил и средств хватает. И койки в запасе есть, и у нас где-то около трех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных. Их в крайнем случае тоже можно использовать. Главе администрации, госсекретарю три дня назад поставил задачу. А у нас военные медики остались в стороне. У нас же там тоже инфекционисты есть, да, вирусологи. У нас же там пять-шесть таких больниц, где сконцентрированы эти люди по республике. Надо их направить. Они и посмотрят, если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное, они тоже будут в этой теме. Они научатся. Что же мы думаем, что в армии ничего никогда не случится? А не дай бог какой-то военный конфликт, они первыми пойдут. Поэтому это для них и определенная учеба, и значительная помощь и контроль для меня.